2015 год станет завершающим для программы модернизации региональной системы дошкольного образования. Ее главный – ожидаемый результат – отсутствие очередей в детсадах для детей старше трех лет. На сегодня прогнозы положительные, однако в прошлые годы реализация программы не обходилась без подводных камней. За четыре года в Чувашии были введены в строй около 20 тысяч дополнительных мест в детских садах. Причем каждое третье место создано за счет нового строительства или реконструкции. Только за 2014 год открыли свои двери 15 дошкольных учреждений вместо 14 запланированных. Такие темпы уже давно не были свойственны нашему региону. Понятно, что возникали неожиданные преграды в лице недобросовестных подрядчиков. Компаниям «Парнас» и «Мера» республика больше не готова доверить строительство социально значимых объектов. В начале проекта, конечно, это были сырые проекты, и в том числе неготовность наших строителей возводить эти объекты. Их потенциала не хватало. На эту стройку приходили строители, которые не готовы были по своим возможностям эти объекты вытащить. И вот эти, конечно, недобросовестные, как мы говорим, подрядчики не смогли поставленной задачей справиться. У них не хватало и ресурсов, я имею в виду и кадровых, и финансовых ресурсов. И возникали очень серьезные сложности, как у муниципалитетов, так и у руководства республики. Постепенно мы набирали опыт, хорошие детские сады мы начали тиражировать. Допустим, Цивельский детский сад у нас в трех местах уже как бы стиражирован, построен. И мы начали строить объекты, которые наиболее показали себя эффективно. Некоторые объекты все же были сданы несколько позже срока. С теми, кто так и не почувствовал временных рамок, разговор был короткий. Благодаря жестким мерам со стороны правительства и почти тотальному мониторингу ситуации, в 2014 году удалось завершить четыре долгостроя в Чебоксарском и Маргаушском районах. В поселке Когесе новый детский сад ждали четыре года. Рядом с ним уже вырос целый микрорайон. Изначально, когда я родила двойняшек, я уже знала, что мы пойдем в новый садик, потому что он будет нам самым близким, и другие варианты мы абсолютно не рассматривали. Наталье не только повезло жить поблизости, но и отдать своих детей в сад в два с половиной года. Раньше у жителей поселка такой возможности не было. Места получали только после трех лет. Он современный, большой, светлый, такой позитивный, цветной, яркий, красивый. Много здесь удобств для детей, игрушек, мебель красивая. Все хорошо. Нам очень нравится. Детский сад по улице Богдана Хмельницкого удалось возвести всего за четыре месяца и сдать раньше срока. В 2015 году планируется завершить уже начатые объекты в Ядринском, Маргаушском районах, Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.